Дамы и господа, да, действительно, когда-то арт-училище заканчивало, но не артистическое. Артиллерийское сумское. То есть сегодня я поработаю артистом, так долго уж Витя представлял. Я говорю, короче, сегодня все нужно делать, знаете, как выстрел из пистолета. Быстро. Бум. Чего я сюда приехал? Приехал не первый раз, как вы понимаете. Понимаете, появился я здесь два с половиной года тому назад. Сначала приехал с этой идеей, появилось несколько заинтересованных. Но так получилось, что весь этот период, все эти два с половиной года, эти заинтересованные люди читали книжки, что-то высматривали в интернете, пробовали продукты. Самое большое, что они делали, помогали компании абсолютно легализовать бизнес на территории Беларуси. То есть я сегодня буду говорить о легальном предпринимательстве, подходит этот вариант. То есть не рогай копыток. Но-но-но. Мы будем говорить абсолютно о легальном предпринимательстве. И наступил тот момент, я со стороны наблюдал, когда же они все-таки созреют к тому, чтобы начать на территории Беларуси развивать очень активно бизнес вместе с компанией Forever Review. То есть, по сути дела, все, кто присутствует в этом зале, являются первыми дистрибьюторами на территории этого проекта. А те, кто еще не стал дистрибьюторами, ну, это уже ваше дело. Видите, здесь просим вас поднять руки, кто первый раз на этой встрече, а кто первый раз вообще меня вживую видит. Есть такие? Я всегда так начинаю, кто первый, кто последний. Начинаем потом философствовать, от чего это зависит. То есть я должен здесь гопак станцевать или резгингу, или еще не знаю что, или что-то для вас сказать важное. Но важным, наверное, может, является то, что вы на сегодняшний день могли это вечернее время провести, как обычно, где? В дом. Сила привычки, зона комфорта, как же ее победить? И победить мы можем лишь только в нескольких случаях. Случай один, по которой, причина, по которой вы сюда пришли, вы с уважением относитесь к тем людям, кто вас пригласил, и не хотите ли вы им отказывать. Может быть такое? Я вам расскажу мою историю. Очень коротко, как у меня это все происходило. Сам в прошлом кадровый офицер, 16,5 лет коэндарных выслуги, 2,5 года до пенсии я не дослужил. Службу закончил подполковником, командиром ракетно-артиллерийского полка, звание полковника, как участник боевых действий, получил запас. С 91-го года в предпринимательстве. То есть нефть, спирт, сахар, это был мой бизнес до 94-го года. Потом, знаете, лихие эти, лимонские везде были. У нас с женой все отобрали. Два года академии, два гражданских вуза. Затем торговля на рынках, в свободное под службу время. Ну и так получилось, что в 98-м году мы имели уже хороший бизнес в оптовой торговле, бытовой химии, косметикой, профиллерий. Я еще мучился в вооруженных силах. Затем под один бизнес-проект мне пришлось с этим всем расстаться. В смысле с армией не дослужил до пенсии. Но случился злопоручный 98-й год. И в тот 98-й год меня пригласили на подобного рода встречу. Ничего не понимал, крайне отрицательно до этого относился к подобного рода предложениям. Так иногда бывает, когда у вас в жизни все совсем хорошо. Пригнал решение, зарегистрировался, купил продукты, это то, о чем я вам расскажу. Потом мне сказали, сама техника, мне сегодня тоже поговорим, надо составить список, надо пригласить людей. И вы знаете, я составил список 100 человек, пригласил срок, пришло 64. Нормально? А знаете почему? Потому что я был начальником штаба гарнизона, в котором все на моменте 50 человек. Я был одним из самых крупных покупных предпринимателей. Мэр города был мой бывший подчиненный. Потому что они пришли, потому что не знали, что произошло в моей жизни, и не хотели бы со мной портить отношения. То есть, возможно, кто-то из вас сюда сегодня дошел тоже по этой причине. Ну, ой, это же так. Есть вторая причина. Вы действительно являетесь теми людьми, которые что-то интересное все-таки в жизни продолжают искать. Чем-то неудобные дверины и так далее. То есть, все было в нашей жизни с женой хорошо на самом деле все эти годы. То есть, мы строили бизнесы, мы развивались, мы путешествовали по миру. То есть, Америка была у нас 63-я страна, в которой мы с женой побывали за последние 15 лет во многих странах мира. По многу-многу раз. Но это отдельная история. И вот чуть больше 2,5 лет тому назад, это точно помню, февраль 2011 года, у меня есть друг. Мы с ним служили в одном гармонезоне. Наши жены сидели за одной партой. Мы у браки уже 22 года. Детей мы родили даже в один день. Он ГСМщик, я артиллерист. Я уволился раньше, он уволился позже. На сегодняшний день он один из совладельцев одного из крупнейших оптовых рынков СНГ, 7-й километр под Одессой. Достаточно состоятельная личность. И вот в этом феврале наши тещи жили в соседних подъездах. Он приехал к тещи, зашел к нам в гости. Мы выпили рюмку и виски. И за рюмкой и виски мы начали говорить немножко о своей жизни. Ему 46, мне тогда 44. И он задал мне простой банальный вопрос, когда я последний раз смотрел на первую страницу своего паспорта. Я и так знаю, сколько мне лет. Тогда он уточнил этот вопрос. Он уточнил следующим образом. Просто буквально недавно я начал задумываться на тем, сколько лет мне будет через 15 лет. Как я выглядеть буду через 15 лет. Как я чувствовать себя буду через 15 лет. Где и с кем я буду жить через 15 лет. Чем я буду заниматься все эти 15 лет. И, наверное, самое главное, кем я буду для своих детей и внуков поддержкой, опорой или же обузой. Хороший вопрос. И в этот момент, буквально до этого, за полтора года, у меня умер отец. Я как бы из состояния сына, из состояния ребенка. Хотя сам был отцом. Перешел в состояние зрелого мужа. Который должен был принять для себя какое-то решение. Наверное, вы сюда сегодня тоже попали не просто так. Подумайте. Наверное, где-то какие-то мысли подобные вас посещали. Наверное, не до конца вы удовлетворены той жизнью, которую вы имеете. И, как следствие, вы получаете для себя какую-то определенную информацию. Как Кутиков из машины «Время не пел». Вот новый поворот. Что он отнесет? Пропасть и взлет. Комут или брод. Да? Пропасть и взлет. И не разберешь. Пока что не поверну. То есть, вот сегодня такая вот ситуация. Мой приход в компанию «Форевер Ливинг» был немножко другим. То есть, я сюда приходил уже достаточно состоявшимся специалистом. Профессионалом, который получал достаточно большие доходы в этом предпринимательстве. Проблема состояла лишь только в том, что последние 9,5 лет до «Форевер» мы с женой работали с одной из китайских компаний, которая свою деятельность на рынках тех стран, где были представлены наши дистрибьюторские группы, вела не совсем законным образом. А меня всегда интересовал то предприятие или то предпринимательство, которое бы могли в последующем унаследовать мои дети. То есть, я сегодня буду говорить о бизнесе, которые в последующем смогут унаследовать ваши дети. На сегодняшний день в бизнесе «Форевер» работают уже второе в некоторых странах, в соединенных штатах Америки, Канада и Таиланд третье поколение дистрибьютора. То есть, а у нас это, по сути дела, только начинается. То есть, что? Это так, вкратце обо мне. Затем, все эти годы мне не хватало в жизни одного человека. Ну как, сначала он был, когда отец был. Когда отца не стало, не стало проводника. Нужен был тот, кого мы называем наставником, кого мы называем ментором, кого мы можем назвать другом, поддержкой, опорой и так далее. Нужен был мне в жизни человек, который бы не только морально, но и материально хотел бы быть заинтересован в моем успехе. Логично. Я сел на интернет. В 12 лет я слушал кассеты и диски с выступлением одного крупного сетевого лидера имени Владимира Гиннафаури. Я нашел телефон его секретарей, связался через секретаря с активой. Он мне сказал, что тебе неделю необходимо подождать, потому что я не занят это время. Через неделю я позвонил. За неделю я сел, прорыл весь интернет и все искал о компании Forever Living Products, искал о продуктах. В конце концов разобрался, что же такое на самом деле растение алоэ-лиар, с чем его едят и как его готовят. Первое, что я начал искать, что плохого в этой компании есть в интернете. Знаете же, в интернете можно найти не только хорошее, но и плохое. Парадокс, что я впервые в жизни столкнулся с тем, что и о компании, и о продуктах, и о людях, которые делают бизнес с этой компанией, в интернете ни на русском, ни на русском языке ничего плохого не было написано. На сегодняшний день та же картина, как будто специально сидит какой-то хакер и все зачищает. Ну, понятно, этим никто заниматься не будет. Атила никогда не забуду. 21 августа, 21 марта, 7 утра. Я еще сплю, звонок мобильного телефона, кто-то кран, поднимаю трубку. Юра, здравствуй, это Атила. Я могу говорить, что ты хотел. Я ему сказал, что я ищу руководителя и готов начать новое предприятие под его руководством. И мой выбор, мое глубокое убеждение пало на тебя. Когда с тобой можно встретиться? В какую страну мне надо прилететь? Если это визовая страна, значит мне необходимо немножко времени для того, чтобы получить визу. И он спрашивает у меня, в Ужгород можешь приехать завтра? Мы с женой живем в Киеве с семьей. Ужгород от нас 900 километров. Я говорю, завтра нет? Давай послезавтра. Потому что даже перед тысячей километров мне надо заехать на СТО, потому что это безопасность. И жены, и моей, потому что за нами есть дети и пожилые родители. 23 числа мы встретились. 10 часов мы просидели в ресторане без рюмки водки, без бокала пива. Атила рассказал свою историю, я рассказал свою. Почему сейчас, ребята, я с вами говорю открыто и говорю не как говорю обычно? Потому что мне за сегодня и завтра. в Беларуси надо отыскать еще несколько человек или несколько семей, с которыми мы вместе здесь создадим огромное предприятие. Услышали, что я сказал? Я не знаю, будете ли вы это вы или же кто-то другой. Мне какая разница, в кого инвестировали. Потому что нам нужны примеры. У меня уже есть несколько семей здесь. Но немало. Мне надо больше. Я ищу тех, в кого я готов инвестировать, как надежный банк. То есть это мое предложение. Того же 23-го числа я не планировал регистрироваться, мы с женой заегистрировались в городском представительской компании и вообще выключили. Мы купили продукты, об этом я тоже расскажу. По дороге до моря мы делали то, что всегда составляли списки и с 1-го апреля позапрошлого года мы начали свои футовые деятельности. На сегодняшний день я не знаю, сколько тысяч дистрибьюторной организации, но, наверное, более 5 тысяч в 19 странах мира. Так получилось. На сегодняшний день наша семья получает не совсем плохие доходы от партнерства с компанией Фредер Ливинг. То есть, когда мы что-то покупаем, мы уже не особо сильно задумываемся об этом. Я не знаю, сколько стоит хлеб, сколько стоит молоко, колбаса, икра, красная рыба. Я не знаю, сколько стоит. Просто как доната мы это покупаем. Но самое главное, большинство из вас сюда пришло по ряду причин. Для кого-то на первом месте это возможность создания постоянно растущего, хорошего дохода. Есть такая причина? Все в этом мире стоит денег. У меня в бизнесе есть много состоятельных людей, которые состоялись в традиционном предпринимательстве и на сегодняшний день имеют драгостоящую недвижимость, которую сдают в аренду и которая приносит им колоссальный доход. Вот они говорят, что мы давным-давно искали предприятия, искали предпринимательство, в котором бы мы могли совершенствоваться как личности и в котором бы мы могли быть полезны для других людей. И вот что когда-то заставило меня разобраться в этом бизнесе. Первое, я услышал то, что никогда не слышал. Помогая другому, лишь только так смогу помочь себе. Я не слышал этого традиционного предпринимательства. И даже вроде бы, когда я служил вами, у нас же продвижение наверх, количество должностей всегда уменьшалось, а количество кандидатов, правда, на эти должности было всегда больше и не все были искренними. И вот так с 23 марта позапрошлого года у нас начался новый бизнес. Что я должен сделать сегодня? От лица тех людей, которые вас пригласили на эту встречу, я хочу сделать вам диловое предложение, коммерческое предложение? Отходит, как вы говорите? И что бы я хотел услышать от вас сегодня или завтра? Что будет завтра, я вам расскажу. Один из двух конкретных ответов. Или да, или нет. Как Библия говорит? Говори либо да-да, либо нет-нет. Потому что все остальное подгукалываю. Кто-то говорит, мне с этим надо переспать, да мне с этим надо спать. И не с этим. Мне надо подумать. Я вам честно скажу, что у большинства из вас уже решение есть. Лиг мы это делать или нет. Почему? Потому что какой бы бизнес-лиг был тот, кто его представляет и является его продуктом. Согласны? Вот и все. Решение уже есть. Его надо будет только озвучить, а не еще подтвердить вашу убежденность, то, что ваше решение правильное. Потому что, когда мы с женой торговали на рынках, когда? Был период, когда мы торговали индийским махером, ни у кого его не было, потому что моя мама и теща моего двоих родного брата встали вензию и привозили оттуда этот дефицитный товар. Понимаете, о чем я говорю? Красивые свитера, кардиганы, репузы. Здесь никто вон нам. И вот многие другие приходили, это все верно. Смотрели в зеркало, они получали миллион комплиментов. Бывает же так. Покупайте вещи в этот тип, в бутиках. И в тот момент, когда вы это снимаете и передаете в руки продавцу, он вас спрашивает, вам это заворачивать? И большинство людей отвечают, что мне надо. А вот. Хотя и тот, кто продает, и тот, кто должен был бы это купить, прекрасно понимают, что это такое. Потому я вас попрошу. Да? Или нет? Не делайте мне мозги. Не воруйте время. Потому что, что посеешь, что и пожнешь. То есть я буду говорить о предпринимательстве. Не работа, зарплата. Я не понимаю, я никогда в жизни не работал, потому что 16,5 лет уже во все остальное время в жизни занят предпринимательством. Ответственны за успех предприятия на своих собственных плечах. Они понимают, это же как получать зарплату. Второе. Если вы на сегодняшний день работаете, если у вас на сегодня есть свое собственное дело, вы ни в коем случае не имеете права уходить с работы или переставать работать в том предпринимательстве. Почему? Потому что на начальном этапе вам необходимо будет приобрести специальное знание и получить специальные навыки. Согласны? И это третье. Существует алгоритмированная, проверенная шестью десятилетиями система поддержки и обучения. То есть, сотни тысяч людей заработали миллионы долларов в этом предпринимательстве. И, грубо говоря, если бы их всех вместе здесь собрать, они взяли, алгоритмировали и упростили модель работы. И сам опыт создали систему обучения, по которой мы работаем. И она на сегодняшний день есть и достаточно эффективно работает. Вас всему научат. Подходит такой вариант? И у каждого из вас будет наставник. Не слепой ведет слепого, а компетентный, профессиональный, который знает подход к каждому отдельно взятому человеку и знает, что вам нужно, чтобы вы как можно быстрее получили результат. В-четвертых, если мы говорим о бизнесе, значит, есть такое понятие инвестирование. Правда? Я опять же в Библию пример приведу. Кто щедро сеет, кто щедро что? И пожинает. Кто скупо сеет, тот скупо пожинает. Это не совсем относится к нашему предпринимательству, потому что инвестиции у нас, они специфические. Как правило, мы инвестируем свое время и свои усилия. Деньги, которые мы на что-то тратим, вы просто дальше увидите, меняем место, покупки определенных продуктов. Вот и все. И можно начать бизнес с 50-10 долларов. Максимальная сумма, о которой я говорю, это не больше 1000 долларов. В эксклюзивных вариантах это эксклюзивные. Мы их отдельно обсуждаем. Это не больше 5. Но те, которые приходили в мою команду на 5000 из нескольких тысяч человек, их было не больше 10 человек. Как правило, это предприниматели, которые решительно принимали на себя ответственность и в своих регионах или городах, районных или областных центрах, имея доходы от хорошего бизнеса, создавали дистрибьюторские центры. Понятно, на сегодняшний день эти ребята уже большие. И по доходам, и по квалификациям. Но это эксклюзив. А так мы смотрим 50-1000. Дальше вы увидите. У каждого, не у каждого, но бизнес предусматривает 4 этапа развития. На первом этапе мы работаем много, зарабатываем сколько? Мало. На втором этапе мы также много работаем, зарабатываем больше. То есть на сегодняшний день я нахожусь где-то на втором этапе развития нашего предпринимательства. На третьем этапе мы работаем меньше, зарабатываем больше. И на четвертом этапе мы можем с какой-то периодичностью возвращаться к своему бизнесу и получать постоянно растущие доходы. При условии, если следовать рекомендациям системы, делать правильную определенную работу, следуя определенным технологиям. Но самая основная технология, бизнес это делается, ребята, не головой, а сердцем. И если вы поймете, что это такое, вы будете неимоверно большими. На сегодняшний день все люди ищут подобные возможности. Просто не все компетентно могут ее донести. И еще мы не всегда привыкли воспринимать людей, через которых получаем эту информацию, другие. Мы их видим как-то, как видели раньше. Правда? Вот так. Теперь непосредственно к самому делу. Они вытираются. Сразу к делу. То есть, мы сегодня будем немножко говорить о продуктах. Немножко я еще что-то расскажу о компании. Немножко покажу наши перспективы. Покажу план. Расскажу о системе поддержки и обучения. Расскажу о ближайших мероприятиях. Мы сделаем с вами, подведем итоги и попрощаемся. Когда-то мне сказали одну фразу. Я видел какие-то товары, какие-то продукты. У большинства из вас складывается впечатление такое, что если есть какой-то товар, значит, как нужно делать бизнес, это взять этот товар, да? И ходить. У меня денег на хлеб не хватает. Ну, есть такое представление? Да. Ну, дистрибьюторы косметических компаний иногда задалбывают. Меня также когда-то задалбывали. Приходит женщина, что в панельной водках черный минир при ниже колене предлагает мне какой-то бизнес. Как понять? Ничего общего наш бизнес с Уфи продан не имеет. Хотя это может быть одним из источников готов. Еще немножко о компании Форайл и Микро. Когда-то, 13 мая 1978 года, вот тот поживой человек, которому 79 лет на сегодняшний день, он делает легко двухчасовой доклад о деятельности компании по результатам работы прошлого года, это миллиардные товарообороты, без бумажки. В 44-летнем возрасте, будучи достаточно состоятельным человеком, очень богатым человеком, занимаясь строительством и продажей недвижимости, инвестировал несколько десятков миллионов долларов в покупку компании под названием «Аллое даро об Америка», которая была создана еще в 1920 году. и 13 мая на подобную встречу пригласил 48 человек. На тот момент компания производила всего лишь 4 продукта, два из них существуют еще на сегодняшний день, один из них – это вот этот, стабилизированный, чистый, первое. Из тех 48 человек, 43 на сегодняшний день являются достаточно состоятельными. даро оборудовательствами Прошло 35 лет. За 35 лет компания представлена на рынках 150-800. Много? Много. За это время с компанией начали сотрудничать около 14 миллионов таких вот дистрибьюторов или 14 миллионов семей, таких как моя. оборот компании по результатам прошлого года составил почти 4 миллиарда американских долларов. Лишь только за прошлый год в компании появилось более 1 миллиона дистрибьюторов. Вы смотрели ролик, там говорили, что тот 2007 год на плантациях компании растет 60 миллионов кустов АЛАЭРа. Лишь только в прошлом году на новой земле в Доминикане компания высадила новых 60 миллионов кустов тем, которые на сегодняшний день есть. Темпы компании развития достаточно большие и самые большие они на сегодняшний день почему-то в Европе. По результатам с декабря прошлого года по декабрю этого года прирост в 14%. И поверьте мне, это очень хорошая цифра из-за того, как они возобновали в бизнесе. Немножко о том, какие обстоятельства на сегодняшний день на рынках стран бывшего Советского Союза. Если мы возьмем Казахстан, у нас с женой там есть бизнес, на юге Казахстана Горячий. Кем такое есть? В Казахстане бизнес представлен уже 8 лет и последних 10 месяцев компания Fire Living в Казахстане занимает первое место в Европе по товарам. Почему? Потому что 5,5 лет назад туда приехал мой наставник отзыва Гидрофауна. Нашел 7 человек, 7 семей с разных регионов Казахстана. На сегодняшний день это рынок, который делает почти 8 миллионов долларов в месяц. Что происходит в Украине? В Украине 45 миллионов человек. Польшой рынок? Рядышком. 500 километров я с Киева ехал. Оборот составляет 0,8 миллиона долларов. Хотя бизнес в Украине представлено легально официально 15 лет. Просто неправильное руководство в компании местное не дало возможности развиться компании так, как надо. И когда я пришел в бизнес, оборот компании составлял где-то 250 тысяч. А это было два с половиной года тому назад. И сейчас у нас идет очень хорошая земля. В России живет 145 миллионов человек. Наоборот Россия составляет где-то 0,7 миллиона долларов. В Беларуси около 10 миллионов человек. Правда? Я не могу писать в десятых и в сотых оборот в миллионах. Напишем ноль. И есть еще несколько стран как Аза. Грузия, Армения, ответственная за открытие грузинского армянского рынка с января месяца. Новый генеральный директор фрайвера Украина. Здесь тоже ноль. То есть рынок это 212 миллионов человек. Хорошие ребята рынок. Что называется рынком те люди которые регулярно используют подобные товары. Что на сегодняшний день компания производит 4 группы товаров. Есть весь ассортимент средств личной гигиены. Зубные пасты, шампуни, кондиционеры, жир, эрмелла, душ, гелий и так далее. Скажите мне пожалуйста не пользуетесь ли вы подобными товарами? Пользуемся. Утком пользуемся, вечером пользуемся, иногда днем пользуемся. Где покупаем? Кто где? Супермаркет, аптека, стихийная торговля, правда? Вторая группа товаров это вся косметическая продукция, включая декоративную косметику и парфюмерию. Пользуемся. Конечно. И мужчины, и женщины. Третья группа продуктов в одном продукте МПД называется концентратка, с помощью которого мы делаем дома 99% бытовых работ. Мы стираем, мы моем, мы вытираем, мы протираем, мы поливаем растения и так далее. И четвертая группа продуктов, она основная, это продукты профилактического питания. Есть напитки, есть коктейли, есть биологически активные добавки, это моя любимая группа продуктов, и о ней я остановлюсь немножко потом. То есть подобными товарами мы с вами пользуемся все продукты без противопоказаний по возрасту. Интересный момент, то есть начиная с грудного возраста мы детей подкармливаем герем, алоя, заканчивая пожилыми людьми. Почему я могу об этом говорить? Потому что у меня в этом году есть пять прямых менеджеров, четверо из которых стали отцами. Скоро пятый. Тоже я не знаю что с ними делается, алоя попили и сразу так это бывает. 212 миллионов человек, которые делают полтора миллиона оборотов. А теперь вам простой маленький пример. Бразилия, слышали о такой стране? Страна с уровнем жизни ниже чем у нас, правда? В СНГ. В Бразилии живет 203 миллиона человек, оборот Бразилии месяц составляет 22 миллиона милликанских долларов. Бизнес в Бразилии работает 11 лет. Вы можете сесть и посчитать для себя формулу, что с нашим участием или без нашего участия эта арифметика все равно будет разрешена. Почему? Потому что подобного качества продуктов за 15 лет работы в сетевом маркетинге я не встречал, не говоря уже за качество продуктов, которые продаются на полках наших супермаркетингов. У меня есть один наставник, имя Микр Беркич, руководитель моего руководителя. Он мой ровесник, 47 лет, но ему почему-то все говорят 27, просто он 17 лет, пьет алоэ вера. Сок молодой и как-то к нему дистрибьюторы обратились с вопросом. Микр, когда у нас появится продукт мужской гигиены, возможно, женская гель или пенка для плетя? Важный продукт? У нас нет. Есть все, кроме одного продукта. Он говорит, хорошо, я с этим вопросом обращусь к хозяину компании. На ближайшем мероприятии в Соединенных Штатах Америки он подходит к Ратию, спрашивает Трекса. Скажи мне, пожалуйста, как владелец Файл Ливен, когда у нас появится продукт гигиены, белка или гель для бритья, на что Рекс ему ответил. не первый, кто у меня об этом спрашивает. Многие люди у меня об этом спрашивали, и я тебе как им отвечу, что группа наших ученых уже много лет работает над поиском и разработкой совершенной формулы, которая сделает продукт в этой группе наилучшим продуктом в мире. И когда такой появится, он обязательно появится в нашем ассортименте. Потому у нас нет много мыла, есть одно. Есть одно обычное мыло, есть одно зубная паста, есть то одно, есть то одно, есть то одно. Нет много, потому что много лучших не бывает. Многие спрашивают у меня, а как убедиться в качестве, лучше это или лучше. Есть такой вопрос? Да? Давайте я вам так по-простому отвечу. Это часто меня спрашивают Юр, а как нам узнать, что то, что ты говоришь, есть права? Если у меня спрашивают мужчину, об этом я спрашиваю, ты женат или нет? Последний разговор недавно был. Я говорю, не женат, но в гражданском браке мы 5 лет. Окей. Чем твоя гражданская жена отличается от моей? Как узнать? переспать. ответ банально простой. Надо что сделать? Попробовать. Немножко о продуктах. Я об этом слышал много раз, много есть таких историй, но за мою бытность я лично не встречал людей с подобными результатами. Сегодня я об этом рассказываю. три недели тому назад я четыре дня работал в одном из украинских областных центров город Сум. У меня там динамично развивающаяся молодая группа есть, во главе с моим однокашником с военного училища. И перед подобной встречей заходит в офис, у них шикарный офис, 80 квадратов, сами содержат. Мужчина, у него немножко потянута левая сторона глаз и уголок так, и совсем незаметно, что у него был, по всей видимости, инсульт и потянуло левую сторону. Понятно, я подошел к этому человеку и спросил, познакомился ему 54 года, Анатолий мы с вами, он говорит, не знаком, но я сюда пришел для того, чтобы от вас получить электронный адрес хозяина компании, для того, чтобы выразить ему в письменном виде благодарности. Теперь рассказываем мне. он говорит, что 5 месяцев тому назад вы познакомились с моей женой. Она пришла, зарегистрировалась, нашла одного из моих дистрибутеров через интернет, для того, чтобы покупать продукты на основе АЛВР. молодости. Он получил черепно-мозговую травму. Со временем, в 49 лет это преобразилось в доброкачественную опухоль головного мозга. Ему делают операцию, удаляют опухоль, чувствуют он не совсем себя хорошо. и еще через 3 года в голове обнаруживают у него узелки злокачественной опухоль. И в момент операции нейрохирург делает ошибку. Делает не тот надрез, его полностью парализм. Если бы я это не видел, я бы об этом не говорил. жена использовала 4 месяца когда я была растения лежачие какие-то продукты непарадные. Потом она где-то узнала о том, что альтернативой могут быть продукты на основе АЛОЕ. Так нашла компанию Forever Living. Так нашла ИНУ. Так через ИНУ зарегистрировалась. Через 5 месяцев я начал подниматься с кровати сам. Через 3 месяца и еще я выбросил палку. Через 2 недели 8 месяцев я начал ездить опять на автомобиле и устроился на работу. То есть это такой очень яркий пример. Затем очень часто есть у нас такое распространенное заболевание как сахарный диабет. На третьем месте в мире посмертности. На первом месте у нас сердечно-сосудистые заболевания, онкоп и так далее. На сегодняшний день современная медицина помочь нам с этими тремя заболеваниями почему-то не может. Почему я люблю эти продукты? Потому что я уволился с армии в 32 года не совсем здоровым человеком. сам сам в этом всем рыл и разбирался потому что медики большинство из них мне не могли помочь. Приходят люди сахарный диабет первая вторая форма спрашивают как решить эту проблему. А у нас есть хорошие примеры один из моих параллельно работающих партнеров Маркор Абуталиев 73 года рождения самый лучший дистрибьютор в СНГ зарабатывает больше 40 тысяч долларов 13 зарплата больше 400 тысяч долларов в месяц и так далее за 5 половиной лет. И вот когда Атилла прилетел в Казахстан он звонил на фор надо чтобы ты прилетел я не могу если я плохо чувствую у меня сахар 18 пришли мне какие-то продукты для того чтобы я попробовал и вот это в Украине в моей группе это уже сотни результатов по сахарному диабету просто берем программу очистка организма в течение 9 дней есть у нас такая добавляем все это вот этим продуктом чай здесь травы со всех континентов 9 дней 8 дней сахар с 19 и 18 падает до 6 и 2 6 и происходит стабилизация как вы думаете люди себя будут вести после этого они автоматически перестают молчать правда и что начинает происходить начинает происходить какой-то оборот и вот вам рынок и сравните с тем что у нас возможно может быть о продуктах завтра вам расскажет доктор медицинских наук главный консультант компании Forever Living по продукту на двух рынках Россия и Беларусь завтра у нас встреча в течение полутора или двух часов она разжует абсолютно все по каждому отдельно взятому продукту что касается компании перспективы ее развития на рынке Беларуси и Украины завтра у нас пятичасовое мероприятие расскажет генеральный директор Forever Living Products Россия Беларусь Олег Владимирович Черепенин он сейчас прилетает сюда в Минск во сколько начало мероприятия в 11 30 в 11 нужно быть там где улица Берсона 1А это площадь независимости центр города красный костел за красным костелом административное многоэтажное здание на первом этаже и после них я буду говорить о мышлении об отношении и по моментам того как правильно начать и как правильно делать это предпринимательство теперь сам маркетинговый план скажу такой момент цены на продукт невысокие не низкие хорошая средняя цена если правильно понять систему скидок и возврат то гель для чистки зубов к примеру 130 грамм 42% чистого алоэ прополис и так далее стоит 3 доллара это дорого? нет это гораздо дешевле чем то что мы можем покупать в супермаркете не зная что туда наложено в тот тюбик на рынке существует три цены есть понятие оптовой цены есть понятие розничной или рыночной цены и есть понятие новой дистрибьюторской цены новая дистрибьюторская цена на 15% дороже чем розничная а оптовая цена еще на 12% дороже чем новая дистрибьюторская то есть в перспективе каждый из нас получает возможность покупать продукты компании напрямую со скидкой 30% как подключиться к компании это делается банально просто есть главный заявление дистрибьютора у вас трех экземпляров в четырех в украине в тему вот ту же самую регистрацию можно осуществить онлайн на официальном сайте российско-белорусского представительства компании в интернете заявление указаны два заявителя то есть сюда вы вписываете мужа и жену если вы не в браке значит вы вписываете сюда лишь только себя одного к примеру бабушка и мук не могут быть зарегистрированы в одном заявлении снизу вписывают данные снизу вот здесь вписывают данные тот человек который рекомендовал вам эту возможность и готов быть для вас в помощи поддержкой опоры фундамента и наставником и не только он один ведь я сюда приехал с такой целью для того чтобы помочь то есть так это будет всегда затем регистрация не стоит ни копейки денег то есть она бесплатная и это является по сути дела первым преимуществом регистрация она позволяет сразу покупать продукты компаний со скидкой 15% как покупать продукты после регистрации в интернет вы заходите в интернет магазин вводите туда свой номер вводите свой пароль выбираете необходимые вам продукты оплачиваете их карточкой компания в течение определенного периода времени продукты доставляет вам по адресу подходит такой момент подходит то есть на основании таможенного союза это вообще не есть какая-либо проблема затем совершил покупку продукта в компании эквивалентную можно я в двух долларах говорить потому что в белорусских рублях мы ждем все миллионеры это очень сложно эквивалентную 50 долларов или больше вам открывают ваш персональный офис или персональную страницу на основном сайте компании где вы можете контролировать рост оборота своей группы рост своей группы и так далее каждое утро что я делаю первым делом куда мужчины в туалет пока в туалет загружается компьютер возвращаюсь к компьютеру захожу на страничку логин пароль ввожу захожу в раздел май волюн и смотрю в какой стране в какой группе какой товарооборот у меня прошел вчера вот сегодня утром я зашел в интернет прилифов и посмотрел какой оборот у меня прошел в группе вчера вчера я не провел ни одной встречи не купил ни одного продукта а почти 56 тысяч долларов оборот у меня прошел понимаете да я не имею наемных сотрудников ни одного является ли это преимуществом предпринимательства я не арендую специально помещение для того чтобы размещать производственное оборудование торговое оборудование или еще что-либо у меня нет никаких отношений с анэпидемстанцией пожарной охраной другими контролирующими органами я очень справно себя веду с силовыми структурами потому что претензий с их стороны к нам быть просто-напросто не может мы просто с периодичностью в Украине один раз платил налоги в объеме 5% затем доходы которые я получаю от товарооборота которые делаются у меня на рынках других стран представительства компаний в тех странах на основании договора перечисляют мне в Украину и на основании конвенции двойного налогообложения я плачу налог в Украину все сплю спокойно налоговую инспекцию с ноги двери открываю потому что в районном центре фастопад Киева 50 тысяч населения я самый большой налогоплательщик частных компаний как я себя должен вести так пораньше помню те бизнесы скрыть доходы не показать и с пакетами в пакетах надо крабничей зайти тому 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 чтобы не было никаких точных поверок сегодня чисто белый бизнес сплю спокойно и так далее за второй год работы в бизнесе мы уже заработали 846 тысяч гривен это приблизительно 105 тысяч долларов нормально за этот год понятно будет немножко больше то есть потому что мы не стоим на место затем что мы делаем на эти 50 долларов благодаря 1000 рублей мы не покупаем необходимые нам продукты в супермаркете а покупаем аналоговые продукты по предназначению которые мы привыкли получать в фрэверлифик сложно сменить место покупки продуктов вот и начало бизнеса затем каждый год нет перерегистрации вам не нужно регистрироваться в каждой отдельно взятой стране Украина Россия Кавказ Польша и так далее где есть ваши знакомые которые бы вы хотели об этом рассказать одного номера больше чем призыватель затем и вы становитесь на первую ступень у карьерной лестницы которая называется новый дистрибут какие на данном этапе у вас права обязанностей не единственная обязанностей это этически вести этот бизнес вот и все первое право покупать продукты у компании по мере необходимости со скидкой 15% ну то есть одно закончилось другое купил в один месяц купил одно во второй месяц купил другое третий купил третий потому что больше 250 наименований продуктов второе есть люди которые любят торговать есть же шаги правда я не могу им запретить реализовывать продукт в рознице они могут покупать продукт дешевле делать пациенту в размере 22% и реализовывать продукт по рекомендованной компании цены но это не является основным источником дохода и вот третье вот это я тоже когда-то понял что людям свойственно в своем окружении рекомендовать то что им нравится мы сходили в хороший ресторан обязательно порекомендовали мы куда-то слетали отдохнули приехали рассказали кто-то по нашей рекомендации попросил телефон был последний который оператор который организовал владельцы б.у. автомобилей у владельцев подобных б.у. автомобилей всегда спрашивают где ты ремонтируешь автомобиль какой бы город Украины я не приехал я подъезжаю другому таксисту и спрашиваю на какой из автозаправочных станций мне безопасно заправить мое транспортное средство что мы делаем мы всегда рекомендуем женщине педикюшу маникюшу парикмахершу и так далее так же это все но никогда ни один человек чьи товары или услуги мы рекомендовали нам не делал даже скидок правда и вот когда-то я подумал есть хорошая идея которая построена на рекомендации почему бы мне не сделать рекомендацию своей профессии когда я рекомендую то чем пользуюсь сам чем пользуются мои дети моя жена моя мама вот и все и вот смотрите на этом этапе вы покупаете продукты напрямую у компании вы рекомендуете людям в своем окружении или делать предприятие вместе с компанией пользуясь продуктами или регистрироваться напрямую и подожиться между и вы у компании Forever Living покупать продукты напрямую и от объема покупок тех людей которых вы рекомендовали компании лично компания будет выплачивать вам вознаграждение в размере 15-20% то есть у нас есть много людей чьи доходы не позволят им регулярно использовать продукты профилактики своего собственного здоровья есть же такая категория пенсионеры студенты и они бы хотели прожить больше но нет финансовой возможности некоторых пожилых людей дети побросали и так далее у нас это очень распространенная ситуация ждут когда те концы отдадут чтобы заехать на их жилплощадь и так далее и вот что эти люди могут делать они уже на этом могут создавать себе пассивный источник дохода который позволит им расширить ассортимент используемой продукции и вследствие этого прожить дольше кто-то купил на 100 долларов вам заплатили 15 кто-то на 230 кто-то на 345 кто-то на 400 вам заплатили 60 затем как везде есть карьера помню в детстве занимался спортом юношестве была карьера в армию пришел опять карьера сюда пришел потому что есть карьера передо мной ставят какие-то древние цели которые надо достигать в результате достижения этих целей что повышается наш доход следующая квалификация называется ассистент супервайзера затем супервайзер чисто американское название ассистент менеджера и затем менеджер на этом заканчивается ясельная группа детского сада в нашем предпринимательстве чем определяется квалификация товарооборотом который вы делаете для компании лично и составом своей группы всей большой глубину и в ширину до плюс бесконечности за два непрерывных календарных месяцев к примеру декабрь-январь январь-февраль февраль-мар март-апрель и так далее ассистент супервайзера оборот два балла супервайзер 25 ассистент менеджера 75 и менеджер 120 появилось какое-то новое слово балл прайс-лист который есть компания он имеет четыре коробки есть розничная цена есть оптовая есть новая дистрибьюторская и есть внутренняя цена на каждый продукт компании в валах то есть для удобства ведения учета движения каждого отдельно взятого продукта во всех странах мира у каждого продукта есть своя внутренняя цена то есть цена в баллах на продукт что в Украине что в России что в Америке что в Белоруссии стоит абсолютно одинаково баллы forever living называются кредитными коробками и величина одного балла по новой дистрибьюторской цене составляет 242 американских долларов величина одного балла по оптовой цене составляет приблизительно 200 долларов Немножко о квалификации ассистент супервайзера как правило регистрируя взаимоотношения с компанией мы сразу стараемся у компании выкупить продукты в объеме не меньше чем на 2 балла почему потому что первых 2 балла мы всегда покупаем со скидкой 15% все последующие покупки которые мы совершаем по мере необходимости мы делаем уже по оптовой скидку понятно почему 2 балла затем можно взять прайс-лист и выбрать себе на 2 балла продукции но как правило мы этого не делаем почему потому что компания нам для комфортной работы придумала то что называется комбинированные наборы есть комбинированные наборы в которых собрана продукции в объеме на 2 балла и есть комбинированные наборы в которых собрана продукции на 1 балл то есть как они выглядят эти наборы вот сюда по составу они разные. Присылают. Как правило, мы начинаем с первого набора. Вы с какого? Как он называется? Сколько? 28 разных продуктов у вас. У нас 31. Сколько он стоит? 467 американских долларов. Так как это двухбаловый набор первый, мы покупаем его скидкой 15%. И почему в наборе? Если товар покупать в наборе, то в среднем цена на каждый продукт в составе набора еще на 20% дешевле, чем если бы мы эти товары купили поштучно. Понятно? Как будто маленький опт. Итого, при первой покупке мы сразу экономим до 35% от стоимости рыночной продукты. Слава ассистента супервайзера, для вас уже оптовая цена при последующих покупках. Если вы делаете так, как это делаем мы с семьей, некоторые же товары заканчиваются, шампуни, жидкое мэло, там бальзамы, зубные пасты и так далее очень быстро, соковое быстро. Мы смотрим наборы, в которых есть те продукты, которые у нас закончились. И стараемся купить опять продукцию для того набора, а не поштучно. Сэкономили еще 20%. И затем компания нам, как ассистентам супервайзера, назад возвращает еще 5%. Это наш квалификационный бонус, но не от оптовой цены, по которой мы купили, а от розничной. Итого почти 60% экономия. Понятно? Затем, смотрите, находясь на уровне ассистента супервайзера, если вы кому-то рекомендуете возможность использовать продукты с возможностью построения бизнеса, покупая их напрямую у компании Forever Living, и человек так же, как и вы, купил 2-баловый набор и не потратил эти деньги на покупку подобных товаров в супермаркете, вам, компания, от объема этого человека заплатит вознаграждение в размере 87 долларов. Денежно на процентном эквиваленте это 0,22-0,15% от вот этой вот величины. То есть видите разницу? Уже есть существенные. И вот здесь я люблю сдавать один разный опыт. Ну, в природе же у нас как есть? Есть насекомые, знаете? Есть пчелы, а есть мухи. Пчелы у нас обычно на что любят садиться? На цветов. А мухи? На юбиле. На юбиле. Техника построения бизнеса. Наступает вот, у нас в жизни было новоселье несколько раз. У вас было новоселье в жизни? Было перед тем, как вы кого-то хотели куда-то посадить, вы предварительно составляли список людей, которых вы хотели видеть на этой встрече. Было? Кто-то выдавал детей замуж, кто-то собирается выдавать, у кого-то были трагические события в жизни, похорона. При любом варианте мы всегда составляем списки людей, которых вы хотели видеть. Правда? Так. Мы здесь тоже составляем список, начинаем приглашать, показывать планы, при необходимости назначать повторные встречи. И у нас появляются пчелы и появляются мухи. Ну, подобное притягивает подобное. Надо найти тех, кто нам нужен. Вот вам вопрос. Как вы думаете, в Белоруссии можно отыскать 5-6 заинтересованных людей? Как в продукте, так и в бизнесе. Просто надо искать. И вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый из них по вашей рекомендации у компании купил продукты. 87 умножаем на 5, 5 у 7 35, 5 у 8 40. То есть, грубо говоря, деньги, которые вы потратили на покупку продуктов первично, вы что? Вернули обратно. У вас остался продукт, которым вы продолжаете пользоваться несколько месяцев. Так же? И деньги на подобные группы товаров вы не тратите, покупая их в розничной торговле. То есть, грубо говоря, остались на варе. Немножко как мы растем по карьерной лестнице. Допустим, в первый месяц мы находим не 5-6 человек. Качество, к примеру. Я в первый месяц нашел 8. Ты сколько? 4. Лен, ты сколько? 10. 10. Вы делаете это не сами. На начальном этапе у вас есть наставники. Вы делаете это вместе. Вместе безопаснее. И что мы делаем? И помогаем каждому из них в их окружении отыскать хотя бы по одному человеку. Заметьте, как я говорю. Не убедить, не переубедить, не спорить, не доказывать. Лизгинку не надо танцевать. Просто информировать. Библия, не мечите бисерк перед свиньями. Декларируйте. Факт. Интересно. Делаем. Мне интересно. Извините, пожалуйста. У вас появится 12 человек. Они не у вас, а у компании. Купят по 2 балла продукции. В сумме 24 балла. Плюс ваши 2. Итого сколько? 26. При достижении уровня 25 вы становитесь кем? Супервайзером. Есть живые супервайзеры? Вам поднимитесь, пожалуйста. Ленечка, расскажи, пожалуйста, за сколько ты сделала эту работу? За полтора месяца. За полтора месяца. Сколько денег супервайзер зарабатывает в среднем месяце? Мне было зарплату где-то 830. Сейчас. Ну, сейчас на уровне супервайзера у нас зарплата от 500 до 800 долларов. Это нормальная переработка к зарплате? Владик, ты за сколько сделал? За 2 месяца. За 2 месяца. Какая зарплата у тебя у супервайзера? Во-первых, 2 месяца это было около 500 долларов. Сейчас колеблется 400-600. Я всем говорю, что в моей группе в среднем супервайзера зарабатывает где-то от 300 до 600 долларов в месяц. Сколько средняя зарплата в Беларуси? 406 долларов. Плюс еще одна зарплата. И когда мы бизнес делаем, видите, в свободное от работы время по вечерам и в выходные дни. Все. Вот вам еще одна зарплата. Находясь на уровне супервайзера, если вы кого-то рекомендуете в бизнес, вам уже не 87, а 98 долларов за ту же работу. Ну почему? Потому что квалификационный бонус еще выше. Затем следующая квалификация ассистент-менеджер. Для достижения любого уровня компания выделяет вам 2 непрерывных месяца. 75 минус 26, грубо говоря, надо доделать оборот еще 50 баллов. Как это происходит? Какие товары, которые вы купили в первый месяц, у вас закончатся? У меня 2 дочери по 20 лет и жена, у всех 2 длинные волосы. Шампунь кондиционера, они выпивают. Жидкое мыло, я не знаю, что вы с ним делаете. Вы такие грязные, что так часто его используете. Зумная паста, некоторые спрашивают, а это экономный продукт? Спрашивают? От меня вы никогда в жизни не услышите об экономии, потому что экономия это для бедных людей. А мы сюда пришли для того, чтобы немножко разбогатеть. Да, действительно, можно небольшое количество продуктов использовать для того, чтобы привести в порядок полость рта. Но я рекомендую накладывать в 2 или в 3 слоя. Многие спрашивают, зачем? Чтобы быстрее заканчивалось. Опять покупал ее, от этого будет что? Оборот. Вот. Что докупите вы? Что закончится купер-дистрибьютор, которые появились в ваш первый месяц? Затем, допустим, что сделал Яшин. Мы купили сразу весь прайс продуктов у компании, некоторых наименований, по несколько штук, потому что у нас 2 санузла. Почему мы сразу купили весь прайс? Для того, чтобы быть уверенным в качестве того продукта, с которым я работаю. И я начинаю предпринимательство, а не являюсь просто потребителем этого продукта. И мы купили, я потом дальше расскажу, еще несколько разных 2-баловых и 1-баловых наборов, поставили в багажник своей машины. Зачем? Потому что я уже завтра ехал в другой город рассказывать о бизнесе и показывать продукты. И многие люди у меня зарегистрировались и не ждали, когда их продукты придут по почте. Но кто-то так не может. Кто-то составит график, эти продукты купят в этот месяц, эти в этот, эти в этот, эти в этот. То есть, что-то купят во второй месяц. Затем, мы будем показывать планы, у нас обязательно будут появляться люди, и у наших людей будут появляться люди, и у людей наших людей, и делать первичные покупки продуктов у компании. Компания сложит весь этот оборот, и если это 50, 26, 50, 76, вы кто? Ассистент-менеджер. Ассистента-менеджера у вас нет, да, ведь? Это плохая квалификация. Ее, как правило, у нас перескакивают. Где-то от 600 до 1500 долларов в месяц зарабатывают. Ассистент-менеджера, который привлекает новичка с покупкой 2-балового набора, его доход уже составляет 126 долларов. Потому что квалификационный бонус еще растет. И самое интересное, вот он. 120 оборотов. Как компания считает? Оборот первого месяца не считает, а оборот второго месяца считается как бы оборотом первого, следующих двух месяцев. То есть часть оборота переходит на следующий период. 120 минус 50, что надо доделать? И вот то. Как эти 72 будут сделаны? Будут завершены повторные покупки. Люди купят новые продукты, которые они покупали первые месяцы. Появятся новые дистрибьюторы, которые впервые купят продукты в компании. Компания все просчитает. Вы-менеджер. В Белоруссии. Виктор, иди сюда. Пока только один. У меня в группе уже 17. За два с половиной года. Давай, скажи, за сколько стало намечено? Ну это был процесс. Потому что долгий процесс был легализацией форера юнии в Белоруссии. Это важно. За первые два месяца ассистент-менеджера сделал за первые два месяца. Это так. Сколько менеджер зарабатывает в среднем в Белоруссии? 1,300. 1,300. В Украине минимум 2,5. Это просто ядрик. Я исправлю ошибку. Есть город Полтава. Слышали? Битва Полтавы. Со шведами. На сегодняшний день у меня в этом маленьком городе есть уже 12 менеджеров и 2 старших. Я только скажу сколько. Это моя образцовая организация, которая делает более 200 тысяч долларов в оборот в месяц 300 тысяч человек в городе. Так вот, там менеджеры зарабатывали от 2,5 до 5 тысяч долларов в месяц. Ира Коротченко, замначальника налоговой администрации Полтавской области, через 3 месяца уволилась, как стала менеджером. Анелия Агапова, зам управляющего райфазенбанка отделения всех отделений Полтавской области, через 2 месяца уволилась. 2 преподавателя местных университетов стали менеджером в Олимс. Но все остальные предприниматели. Менеджеры предъявляют доходы на 2,5 до 5 тысяч в месяц. То есть, моя рекомендация всем такая. Ребята, сосредотачиваемся на менеджере, правда? На менеджере. А потом думаем, что делать дальше. Менеджер, который рекомендует новичка в бизнесе, сколько получает, Вадик, ты говорил? 143 доллара. 143 доллара за рекомендации. Почему? Потому что его волнух больше. Что компания платит нам от оборота тех людей, которых мы не рекомендовали лично? Разницу. 18-13, 5. 18-8, 10. 18-5. 13% очень высокие проценты. В среднем можно считать, какой оборот группы. 10% умножь, столько доход и получишь. В среднем. Но 10% по 10% не работает ни один менеджер. Нигде. Там проценты вообще смешные, они зависят от группы товаров. Так вот, менеджер – это ближайшие ребята. Я расскажу следующее преимущество. То есть, есть карьера, есть квалификации. И в нашем маркетинг-глом плане им нужно каждый месяц товарооборотом подтверждать ранее достигнутую квалификацию. То есть, все виды вознаграждения, которые распространяются, допустим, на ассистента-менеджера, вы можете их только увеличить до менеджера. Даже если оборот снизится в вашей организации, вы все равно получите высокие проценты. Есть у меня менеджеры, я эту историю рассказываю всегда, почему-то модным стало, когда женщины у нас рожают без мужа, для себя. Она пришла на пятом месяце беременности, зарегистрировалась, купила продукты. В две встречи показал ей ребенок наставник, никогда не работала в подобном предпринимательстве, за три с половиной месяца достигла уровня мальчика. Еще через две недели родила, целый год ее не было, потому что для родителей никого, занималась ребенком. Ребенка отдала в ясли, ровно через год появилась. Понятно, что часть ее группы перестала работать, потому что ими особо сильно никто не занимался. Но что она начала делать? Она опять начала искать людей. И она уже зарабатывала не по 87 долларов с рекомендацией купленного дневного набора, а по 140 тысяч. 4-5 человек в месяц, и уже только персональная работа, ребята, есть неплохой договор. Любой журнал, который вы посмотрите, российский, казахский, украинский журнал, на других языках, дистрибьюторы, чьи фотографии там печатают при достижении определенных уровней, нам разрешают абзацик один написать. И все обязательно напишут, что благодарны компании Forever Living за щедрость. Потому что каких денег в таком предпринимательстве я еще не видел, чтобы кто-либо мог платить. Многие спрашивают, почему? Потому что в компании никакие ассоциации, корпорации, сообщества не входило, не будет и уходить не будет. Компания с вертикально интегрированной системой управления. То есть, начиная от того, что земли принадлежат им, растения принадлежат им, заводы по стабилизации гелия им, завод Феникси им, завод Далласи им, больше нет никаких производственных баз в мире. То есть, все вот это мы получаем Соединенных Штатах напрямую. Мы обезопасены от подделки. В Китае Forever Living не работали. Понимаете, это отдельная тема для разговора. Теперь самый интересный бизнес начинается с уровня менеджера. С уровня менеджера. А еще самое интересное начинается тогда, когда вы начинаете воспитывать тех, кто достигает уровня менеджера. Скажите, к примеру, благодаря нашим совместным усилиям, вы начинаете здесь зарабатывать 3000 долларов. Как вы ко мне будете относиться? Как? Как, Витя? Нормально? Нормально. И вот смотрите, вы зарабатываете 3000, я среднюю цену взял в величину. Мне компания от вашего оборота запратит следующий вид вознаграждения, называется премия за лидерство, и это будет в среднем 2000. У вас зарплата, у меня что? Пенсия. А ведь менеджер – это уже самодостаточная единица, которая в состоянии сама управлять своим бизнесом и развивать его. Согласны? То есть какое-то время вместе, а потом сам. Педагоги здесь есть? Нет. Что преподаете? Химия. Химия. Окей, сколько выпускников уже выпустили? Очень много. А теперь представьте картинку. Каждый месяц от ежемесячных зарплат учеников государство было начисляло какой-то процент. Понятно, о чем я говорю? Когда у вас появляется второй менеджер, вы становитесь старшим менеджером, старшие менеджеры у нас зарабатывают где-то в пределах от 5 до 8 тысяч долларов в месяц. Всего лишь двух человек необходимо довести на этот уровень. Когда у вас появится 5, хотя бы 5 менеджеров. Среди доходы очень легко посчитать. 2000 на 5 сколько? 10. Получите такой значок. Это взмывающий или соринг менеджер у нас называется квалификация. Раз, два, три, четыре, пять. Пять благодарных семей. Всего лишь. Приятно? Конечно. Конечно, когда люди начинают менять образ жизни, когда они меняют старые автомобили на новые, когда мужья жена покупают шубы и украшения, когда в конце концов хороший ресторан поведут, когда то, когда то, когда то. Стоп. Мужчины, вы сколько машин подарили своим женам? Но здесь есть шанс. А есть, у любого мужика же есть мечта своей любимой женщине купить новый автомобиль. Правда? Есть. Но себе больше. Но все деньги на это взять. Так это ж не только с первого поколения. Компания Forever Living платит вознаграждения нам с трех поколений или с трех генераций менеджеров. Я нигде не встречал бизнесов, в которых вы лишь только имея одну менеджерскую группу, вы могли бы получать очень большие деньги. Существует много стимулирующих программ, и одна из них очень интересно называемая ее автопрограмма. Автопрограмма. Есть три уровня. К примеру, если ваша организация в первый месяц делает оборот 50 баллов, во второй месяц 100, и в третий месяц 150, с четвертого месяца дополнительно к этим деньгам компания начинает вам доплачивать 400 долларов в месяц на протяжении 36 месяцев подряд. Если вы поработали лучше, и оборот 75, 150 и 225, вам доплачивают 36 месяцев 600. Если оборот 100, 200, 300, вам доплачивают 800. А вы куда хотите, туда эти деньги и тратьте. Хотите, жилье хорошее снимайте, хотите, детям образование давайте за эти деньги, хотите, на такси катайтесь, хотите, на машину откладывайте. Логично. То есть, чем не нравится фрайвер, они вообще не держат нами заработанных денег у себя, они сразу стараются с нами рассчитаться. То есть, автопрограмма – это еще не все. За прошлый год или за этот мы были в Соединенных Штатах Америки, мы не выполнили одну программу, мы не поехали в Италию, не дочитали политику компании, но мы и дистрибторы были. Мы были два раза в Болгарии, мы были в Турции. Все эти поездки нам финансировала компания. Следующий год мы летим и едем в Лондон на глобальную конференцию компании, которая будет проходить с 28 апреля по 5 мая. 2-го, 3-го числа на арене О2, на Гринвиче, это один из огромных конгресс-пола в Европе на 20 тысяч человек, будет проведена мировая конференция, на которой будут собраны дистрибторы лучшие 158 стран мира, где в виде бонуса президента у нас есть еще такой. Доход сверх маркетингового плана будет рожден на где-то 24 миллиона долларов. Будет определенный рейтинг лучших дистрибторы в мире, рейтинг лучших стран по обороту, приросты и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас у нас идет как раз выполнение этой стимулирующей программы. Осталось, что не полный месяц до Нового года и надо будет проделать определенные обороты. Этот оборот вы сможете генерировать. Ничего там сложного нет. Этих 60 баллов я сейчас научу, как нужно правильно быть. Затем в России, не знаю, но в Украине у нас есть украинская программа. Она сейчас идет в результате выполнения которой. Нам вообще фигня 36 баллов за 5 месяцев надо сделать. На 4 дня поездка на учебу на южный берег Крыма. Галку, отель 5 лет. Все за счет компании. Затем для менеджера у нас будет в октябре поездка в Грузию. Открытие нового рынка. Первый день успеха в Грузии. Затем в сентябре месяце, я говорил, мы улетим опять в Америку. Сначала в Лос-Анджелес 3 дня. Потом в Азератаху 4 дня тренинги от лучших дистрибьюторов мира. Потом мы уезжаем в Макалы, это юг Техаса, на облантации Алоэ. Потом в Техас на заводы по производству продуктов. Потом на Ранчо в Далласе, ну где снимался сериал в Далласе, это собственность хозяина. Родеро, хороший ужин. Потом все улетают домой, а группа моих менеджеров, мы на одну неделю улетаем в Флориду. 5 дней Майан и 2 дня Орландо, Диснейлэ. Вот, и год закончился. Промежутки еще в конце мая для менеджера у нас в рамках системы обучения. Одна поездка на одну неделю в город Сидер Турции на побережье Средиземного моря. 4 дня отдых, ультра-холл инклюзив и 3 дня очень плотная учеба. Вот, приглашенные гости, это, как правило, лучшие физики у тренера. И независимые помощь тренера, это те, как Брайн Фрейси, если вы это не послышали. Джон Максвелл, Водор Шефер, есть много других. Аван Пис и так далее. Вот, мы учимся и отдыхаем. Как построена система обучения? Это система мероприятий. То мероприятие, которое мы сейчас с вами проводим, называется открытые маркетинг-планеры, открытые информационные встречи. Я их люблю больше всего, люблю посмотреть всем людям в глаза, увидеть то, что там заложено внутри, и понять, у кого есть будущее, у кого будущего нет. Ну, полный большой, потому что за 2,5 года больше тысячи таких встреч я уже поверю. Но это моя работа. Куда я без этого? Уже как наркотик. Затем у нас есть однодневная, так называемая, неуспеха. 4 часа курса ключевого человека и 4 часа компания признает дистрибьютора за поделок на работу. Это знаки отличия, это дипломы, это ленточки, это дополнительные награды и так далее. Ближайший день успеха у нас будет в Киеве 25 января. На этом мероприятии будет моя мамочка в бизнесе, это жена Атилы, Котека Гидофаули. Именно женский подход к построению этой сети, он суперинтересный. Атилы, он холерик и санглиник. Он цифры вообще, он мыслит большими категориями, но Котека, она экономист. В прошлом 20 лет в бизнесе, то есть у нее все с чувством, с толком, с расстановкой. Как в пьесе Грибоедова «Горе от ума». Но только результат другой. Курсы ключевого человека 25 долларов стоят и день успеха стоит 8 долларов и сколько. Дорога утром приехали, вечером уехали. Но без мероприятий вам очень сложно будет представить масштабы этого бизнеса. Как только мы в состоянии будем проводить мероприятия хотя бы на 200-300 человек, мы обязательно сделаем плановый раз в два месяца, день успеха в Минске. Можем переносить те регионы, где лучше будут развиваться группы. Раз в 4 месяца у нас есть трехдневное мероприятие в Майоргиме под названием «Викенд-семинар». Три дня. И в следующий год все три «Викенд-семинара» тоже будут в Киеве. Нам не надо ехать в Казань, не идти в Самару, не надо ехать в Волгоград, не надо ехать в Росток. То есть принято решение перенести в рамках организации моего спонсора «Викенд-семинары» в Киев. Удобно? Конечно. Удобно. И есть, как я говорил, одно мероприятие для менеджеров. В системе огромное количество сети и со специальной информацией. Очень много информации в интернете. Вам достаточно ввести ли что-то в поиск слова «Forever Living». foreverliving.ru, российский сайт, foreverliving.com, корпоративный, на нем есть «Discover Forever». Это образовательный сайт с онлайн-трейдингами на русском языке и так далее. То есть есть очень много материала. У меня можно найти везде в социальных сетях «Юрий Кивиченко, 47 лет, город Киев». Есть в «Контакте», есть в «Фейбуке», есть в «Однокласснике». Немножко посмотрите, что я собой представляю там. Открытая публичная личность и трудильник и отрыв. С телохранителями не живу. Теперь немножко назад к менеджеру. Хороший уровень, хороший статус. Менеджер, как правило, уже сам под программой. Как нужно думать в масштабах нашего бизнеса для того, чтобы достичь уровня менеджера? Для закрытия квалификации компания выделяет нам два непрерывных календарных месяца. Два. Но квалификация присваивается в момент ее закрытия. Я менеджером стал за 23 дня. Я не мог подвести своего настава? 120 баллов. Если принять во внимание, что каждый новенький дистрибьютор, который будет появляться у вас в разных уровнях, будет попадать для себя первично в двух балловый набор, это 60 человек в группу. Так же? Это кусок работы, я вам честно скажу. И как с нуля, это сложновато. На сегодняшний день, в условиях вашего рынка, вы только начинаете. Пока поишали юридические вопросы, сейчас начнем. Я так работаю везде. Надо не два, а четыре баллов. То есть вам нужно два абсолютно одинаковых набора продукции. Два. Понимаете? Не один, а два. Один набор продукции вы берете домой для себя. Вы же должны убедиться в этом все. Вы должны с этим всем разобраться. Не только попробовать, начать использовать. А второй набор продукции у вас всегда должен стоять прозапас. На случай, если у вас регистрируется дистрибьютор, вы должны ему это одолжить. Когда его набор продукции придет, он вам вернет долг. Понятно? Для того, чтобы быстрее запускать людей в работу. Иногда бывает так, что люди говорят, я не знаю, буду я это делать или не буду. Эти сиротские песни. Давай я у тебя куплю шахунь, кондиционер, жидкое мэло, я сначала попробую. Может такое быть? А если у вас нет прозапаса ходовых продуктов? И тут начинается... Мне надо сделать заказ, я не знаю, когда придется. Я пойду куплю палмалиф. Или камей, или еще что-то. Согласны? Потому маленький запас продукции у того, кто делает, нужно, чтобы было. Все продукты имеют до 4-х лет срок годности, и, как правило, они всегда свежели, то есть до 2017 года. 129 на 4 получается сколько? 30 человек. Если бы каждый из нас здесь присутствующий сделал себе покупку продукции для своего личного потребления и для работы, завтра я бы стал менеджером. Понятно, как это выглядит? То есть не старайтесь переводить в деньги, старайтесь видеть это все наборами. Один человек, два или четыре балла. Один или два набора. Тогда это очень легко, поверьте мне, и очень быстро. Вот и все. Но попробую этот продукт. Это наркотическая зависимость. Что касается качества. 15 лет тому назад я сел на BMW. Меня сейчас палкой с этой машины не вызвали. Ну, понятно, я не на одной и той же езжу 15 лет. У нас пока две машины. В начале следующего года я покупал третью, потому что жена положила глаз на мой X5R. Дети положили на ее X1, а папа есть в метро. Нет. Папа купит себе тоже BMW, но другое. Подведу итоги. Маркетинг-план самый лояльный, наверное, один из самых наилучших, которые я когда-либо встречал. Компания очень щебная. Бесплатная регистрация, возможность вести бизнес во всем мире. Нет перерегистрации. А ведь у вас много знакомых и в Украине, и в России, правда? А ведь оборот, который будут делать люди в тех странах, покупая продукты в представительствах компании тех стран, будет вам считаться, и вам от этого оборота тоже будут начислять вознаграждение по плану. Не надо подтверждать квалификации. Менеджер – это тот уровень, с которого вы можете оставлять уже основное место работы, иметь хорошую финансовую прослойку. Дальше искать тех, которые хотят становиться менеджером, оказывать им всяческую поддержку и получать от этого авторский гонорар. Не хотел говорить, но так и так скажу. Есть у нас такая программа, называется «Бонус президента». Мы в прошлом году уже получили бонус президента маленький, но первый раз. Первый в Украине. И в этом году мы тоже будем в следующем за этот год получать. Если вы воспитаете не просто менеджера, а как человека, который выполнит определенные условия и будет получать бонус президента, компания вам от него в среднем заплатит 10 тысяч тринадцатую зарплату. Если вы воспитаете в двух группах менеджеров, которые выполнят программу «Бонус президента», там немного, вам заплатят еще 10 тысяч. Но когда у вас появится в третьей группе менеджеров, которые выполнят эту программу, вам заплатят 100 тысяч. В прошлый год я сделал минималку. В этом году у меня уже три человека в группе. В одной группе будут получать бонус президента. В следующий год у меня есть уже потенциал на вот эту цифру. Когда у вас будет в шести группах появятся менеджеры, которые будут участвовать в этой программе, вы получите больше 350 тысяч. То есть, если у вас есть проблема с жильем, если вы хотите себе новое транспортное средство, не надо эти купееки откладывать. Делайте бизнес, организовывайте оборот. Одним чеком вы ролик смотрели, выдавали. Вы получаете кругленькую сумму денег и сразу ее тратите на нужные вам вещи, потому что в следующем году что произойдет? Еще получите. И следующий год что? Еще получите. Вот и все. Потому 1, 3, 5, 7, ребята, это надо потерпеть. Это не надо. Я погадалкиваю. И один год нельзя останавливаться, нельзя уходить. Получается, не получается. Спрашивайте, для этого есть те мы, которых отсюда палкой не вышли. Почему? Потому что с одной стороны сложно, но с другой стороны я не встречал еще в жизни подобного предпринимательства. Не встречал. Что сегодня вечером? Ужин с генеральным директором ФРЭВа Вириума Клодекс-Васси. Приятно? Приятно. Если бы его не было, все равно был бы ужин с лучшим менеджером, с первым менеджером Беларуси. Но я так хочу, чтобы кто-то из вас стал быстрее, старше менеджера. Или с оригинальным менеджером. Почему? Так что вам хорошо доехать домой. Я полагаю, что на завтра вы найдете время послушать перспективы развития рынка Беларуси и России от генерального директора, он лицо компании. Послушать о профессионалах, который глубоко знает продукты, 12 лет с ними работают. Доктор медицинских наук Людмила Борисовна расскажет лучше, чем я. А я завтра расскажу в отношении немышлений, приобретения новых качественных привычек и каких, и немножко о техниках и моделях нашей работы. И полагаю, что до нового года мы с вами получим хороший результат, а с нового года мы начнем квалифицироваться на бонус президента. Договорились? Все, всем беспокойной ночи. Спасибо.